Реконструкция оросительной системы в районе Верхней Иволги позволит сохранить в обороте более тысячи гектаров сельхозземель. Её восстановление гарантирует получение урожая даже в засуху и решит проблему с нехваткой воды. Весь сбор воды, здесь у нас головные заборные сооружения, и весь сбор воды шёл с лесных массивов и также с тех речек и ключей, которые здесь концентрированы. Но воды катастрофически не хватало не только на сенокосные угодья сельхозземель, а также на тех, кто занимался овощными. Сейчас планируется разработка проектно-сметной документации. Финансирование из федерального бюджета уже выделено. Всего стоимость работ составит свыше 360 миллионов рублей. Реконструкцию начнут в следующем году после завершения экологической экспертизы. А вот на встрече с активистами района подняли социальные вопросы, начиная от чередей в детские сады, заканчивая прохождением флюорографии. Не могла пройти флюорография. Во-первых, у нас там очень много народу было, и постоянно выходил из строя вот этот аппарат. Как-то можно нашей больнице помочь приобрести новый аппарат, чтобы там не было много народу, и чтобы быстро это все проходило. Проблему удалось решить практически сразу. По словам министра здравоохранения Бурятии, для Иволгинского района будет рассмотрена возможность приобретения цифрового флюорографа. А глава Бурятии прокомментировал вопрос с детскими садами. У нас проекты мы реализуем, и у нас проект демографии, в рамках которого создаются детсадовские и ясельные места. Там все идет по графику. Но у нас нет районов, которые бы не выполнили. Просто здесь более высокие показатели, более амбициозные задачи, и район с ними справляется. Так что и по нашу проекту безопасное качество автомобильной дороги справляется, и по всем, по культуре, по демографии, по здравоохранению. Отмечу, в прошлом году в Иволгинском районе было построено две школы и два детских сада. Таким образом, дополнительно создано свыше полутора тысяч мест. В текущем году, благодаря нашу проекту образования, в Сотниково планируется строительство школы на 250 мест. Стоимость работ более 300 миллионов рублей. Андрей Слепнев, Алексей Ромашов. Новости дня. Иволгинский район.